Уважаемый президиум, Татьяна Юрьевна, Анна Сергеевна, уважаемые коллеги, позвольте разбавить нашу тематику онкогематологии. Хочу рассказать вам сегодня про случай успешного лечения высокоагрессивной неходжкинской диффузно-крупноклеточной и баклеточной лимфомы. Вначале хотел бы несколько слайдов посвятить проблеме. Диффузно-крупноклеточная и баклеточная лимфома – это самая часто встречающаяся неходжкинская лимфома. Она составляет в среднем от 30 до 58% случаев. всех неходжкинских лимфом является гетерогенной группой заболеваний. И, к сожалению, по-прежнему 30-40% пациентов остаются резистентны к проводимой терапии. Несмотря на то, что диффузно-крупноклеточная и баклеточная лимфома является нозологией, которая обладает различными звеньями патогенеза, но различными клиническими, морфологическими, иммуногистохимическими, молекулярно-генетическими особенностями и различной экспрессией белков ЦИМИК, БСЛ-6, БСЛ-2 или транслокации одноименных генов. В 2017 году вышла новая классификация Всемирной организации здравоохранения. Диффузно-крупноклеточная лимфома стала классифицироваться как бы клеточная лимфома высокой степени злокачественности с перестройками ЦИМИК, БСЛ-2 или БСЛ-6. Ген ЦИМИК, напомню вам, он ответственный за апоптос, пролиферацию, рост, клеточный цикл, миграцию клеток, метаболизм, что определяет агрессивность течения лимфомы при его дизрегуляции. Перестройка генов ЦИМИК наблюдается от 6 до 14% всех случаев диффузно-крупноклеточной и баклеточной лимфомы. И высокая экспрессия ЦИМИК ассоциирована с плохим прогнозом, низкими показателями общей выживаемости и высоким индексом, международным прогностическим индексом. В данной ситуации именно экспрессия ЦИМИК и БСЛ-2 определяет неблагоприятный прогноз, в то время как транслокация одноименных генов обладает еще более низкими показателями общей выживаемости. БСЛ-2 – это один из основных регуляторов апоптоза, он локализуется в митохондриях и также ингибирует апоптоз, опосредованный белком П53. БСЛ-6 также является протонкогеном, он способен активировать гены, регулирующие клеточный цикл, кодирует процессы транскрипции в гериминальном центре и играет роль в патогенезе Б-клеточных лимфом, происходящих из гериминального центра. Перестройки данного гена наблюдаются в 30% случаев всех диффузно-крупноклеточных лимфом. Дабл-хит-лимфомы – это подгруппа агрессивных лимфом, которые обладают перестройками и ЦИМИК, и БСЛ-2, и БСЛ-6. Если наблюдаются только две транслокации, мы называем эти лимфомы дабл-хит, если все три транслокации, то трипл-хит. Они характеризуются быстрым ростом, рефрактерностью к проводимому лечению и низким показателем выживаемости. Нельзя путать дабл-хит-лимфомы вместе с дабл-экспрессор-лимфомами. Дабл-экспрессор-лимфомы – это когда есть белок ЦИМИК и БСЛ-2, но нет одноименной транслокации. В данной ситуации БСЛ-6 не обладает плохим прогностическим признаком, если есть белок, только если есть транслокация. Здесь представлен график, где показано, что показатели общей выживаемости, самые высокие в группе классической диффузно-крудоклеточной лимфомы, они хуже у дабл-экспрессоров и самые плохие показатели у дабл-хит-лимфомы. Клиническими особенностями обеих высокоагрессивных групп являются частота выявления болезни на 3-4 стадии, ЭКОК от 2 до 4 на момент постановки диагноза, частое поражение центральной нервной системы, система повышения уровня ЛДГ и резистентность к стандартной химиотерапии ЧОП-Р. Клинические особенности. Здесь представлены графики ответа на лечение при данном по типе высокоагрессивной диффузно-крудноклеточной лимфомы, и во всех графиках видно, что ЭРЧОП обладает самыми низкими при применении схемы ЭРЧОП, а пациенты, к сожалению, всего отвечают хуже всего на лечение. Вопрос. В общем-то, вопрос на внимательность. Я понимаю, что это все последние данные. Если вы внимательно слушали, вы, возможно, сможете ответить на вопрос, какой, простите, по тип диффузно-крудноклеточной бэклеточной лимфомы, обладает худшим прогнозом? Какой по типу вы считаете самым неблагоприятным? Лимфома, которая произошла из герминального центра, это GCB по тип, нон-GCB по тип, не из герминального центра, и лимфома из активированных Б-клеток. Есть какие-нибудь мысли? Номер 2. Вы думаете, номер 2. Есть еще желающие. Есть целый один человек, проголосовавший. Для статистики хотя бы 5 нужно. Ладно, я отвечу сама. Значит, ABC по типу является самым неблагоприятным по типам диффузно-крудноклеточной лимфомы и лимфома из активированных Б-клеток. Второй вопрос. Вы должны его знать, потому что я только что это освещала в своей лекции. Экспрессия какого белка в сочетании с экспрессией ЦИМИК является показателем неблагоприятного прогноза? BCL2, BCL6 или циклин Д1? Номер 1. Номер 1. 2 человека. Все внимательно слушали. Номер 2, да. И опять не так. И вновь вернемся к мелкоклеточному раку. BCL2. Есть желающие? 2 человека. BCL6. Никого. Циклин Д1. Все правильно. 2 человека проголосовали за BCL2, и они правы. Спасибо, коллеги. Вы слышали внимательно. И стандартом второй линии лечения диффузно-клютоклеточной лимфомы является блинотумумап, таргетный препарат, схема химиотерапии ПОЧ-Р или 2-3 курса химиотерапии платина содержащей с высокодозной химиотерапией и аутотрансплантация клеток. Первый вариант – ноль человек. Второй вариант – один. И третий вариант – вы победили. Диларом Хамидовна, извините, это первая линия лечения. Наконец-то дошла до клинического случая. Женщина 37 лет. В январе 2016 года у ней появились Б-симптомы и кашель. По данным компьютерной демографии мы обнаружили поражение легких, печени, почек, надпочечников. И по данным фиброгастродоноскопии обнаружили поражение желудка. Выполнили торокоскопию. Гистологический анализ продемонстрировал нам вышеупомянутый дабл-экспрессор. Диагноз звучит диффузная крупноклеточная и баклеточная лимфома с коэкспрессией ЦИМИК и БИСЕЛЬ-2. КИИ-67 был 90%. Четвертая B стадия – нон-GCB по тип. Как мы уже выяснили, это промежуточный прогноз. Но учитывая дабл-экспрессию, прогноз крайне неблагоприятный. Мы выполнили первую линию химиотерапии – поч-Р. Это достаточно интенсивная схема химиотерапии. ЧОП-Р мы даже не пробовали для этой пациентки, потому что лимфома крайне агрессивная. Без эффекта. Далее мы провели один курс гиперцвада и ТХАП. Собрали 13 миллионов клеток для аутотрансплантации. Всего пациентка получила 7 курсов химиотерапии. Побочными эффектами было желудочно-кишечное кровотечение, местный перитонит и гастроктомия, которая была в мае 2016 года. Также лечение осложнилось нейтропенической лихорадкой, сепсисом, панцитопенией, нейтропенической колитом и полинеиропатии. В связи с такими осложнениями, далее мы выполнили компьютерную томографию, обнаружили уменьшение всех представительств лимфомы на фоне 6 курсов химиотерапии. Но, к сожалению, ПЭТ-КТ продемонстрировали нам, что лимфатические узлы средостения по-прежнему светятся 3 под эвиль, очаги в печени 5 под эвиль. То есть мы получили неполный ПЭТ-метаболический ответ. В связи с вышеупомянутыми осложнениями при лечении мы не могли провести пациентке трансплантацию костного мозга с высокодозной химиотерапией, потому что она по-прежнему пребывала в глубокой панцитопенией. Это было прямое противопоказание для проведения трансплантации. В связи с чем в нашем центре стартовал расширенный доступ к препарату Блина Тумумап. Препарат Блина Тумумап – это новый инновационный препарат, который является бесспецифическим антителом. Это некий линкер, который соединяет антиген CD19, который является панбоклеточным маркером, вместе с Т-клетками, которые экспрессируют CD3. Таким образом он осуществляет свой противоопухолевый ответ. Вот схематично представлен механизм действия Блина Тумумапа. И пациентка получила два курса химиотерапии. Блина Тумумап, мне кажется, в данной ситуации уникальный препарат, потому что он вводится в течение 28 дней непрерывно. 28 дней пациент непрерывно получает инфузию препарата. 28 дней в течение 24 часов. Пациентка получила два таких курса. Между курсами был небольшой перерыв в связи с развитием герпезостр. И эффект лечения был полный метаболический ответ, который был подтвержден 28 апреля. У пациента все очаги лимфомы были либо один, либо два под эвиль. Спасибо большое за ваше внимание. Евгения Владимировна, спасибо большое за очень интересный случай. И я думаю, что все сегодняшние, вчерашние сообщения, они отличались такой новизной, актуальностью. И вот с вашей точки зрения, оптимальный алгоритм лечения данной крайне неблагоприятной диффузной крупноотлеточной лимфомы, как он выглядит? Я считаю, что наш центр, точно так же, как и центр МД Андерсон, выбрали оптимальную тактику лечения данной высокоагрессивной лимфомы. Мы делаем раннюю интенсификацию лечения в качестве подобной схемы химиотерапии почвена, пятидневной, но более интенсивной. И далее мы выполняем трансплантацию костного мозга в первой линии лечения, в то время как стандартом является ожидание прогрессирования. Но все международные исследования последние продемонстрировали, что для данной группы пациентов стандартный режим обладает крайне неблагоприятным прогнозом. Поэтому я считаю, что ранняя интенсификация с проведением трансплантации костного мозга является оптимальным лечением для данной подгруппы пациентов. Спасибо большое, Евгения Владимировна. Да, еще вопрос. Да, подождите, пожалуйста. Можно еще вопрос? Ну вот недавно объявили о введении новых препаратов. Это адаптивная клеточная терапия карты лимфоцитоксидии-19. Какое место они займут в лечении таких пациентов? Мы активно обсуждаем это в нашем отделении практически каждый день. Недавно одобрили карты терапию, 2 месяца назад одобрили карты терапию именно для диффузной коротноклеточной б-клеточной лимфомы. Безусловно, обладает высокой токсичностью. И пока что ее экспериментировали только на предлеченной группе пациентов, что, в общем-то, этично. Но 30% пациентов ответили на лечение и по-прежнему, сейчас только что доложили на ЭШ 2017, что порядка 20% пациентов, которые получили карты терапию при диффузной коротноклеточной лимфомы, уже перешагнули год после лечения, и они по-прежнему остаются в ремиссии. Поэтому я думаю, что карты терапии должны занять первое место в лечении. По крайней мере, после... А сможет она трансплантацию заменить? Если мы сможем бороться с цитокин-релиз-синдромом, я думаю, что сможет. Вот это проблема. Сейчас как раз разрабатываются активно гайдлайны. Уже разработана первая группа КартОКС в центре МДА Андерсон. Объединили специалистов, которые именно разрабатывают гайдлайны для лечения цитокин-релиз-синдрома. Я думаю, как только не будут разработаны эти гайдлайны, вполне карты терапии может заменить трансплантацию. Ну, собственно говоря, у нас в России тоже гайдлайны для синдрома выброса цитокина сделаны в этом году. Уже сделали, простите, не услышала? Сделали, да. Карта терапии, я знаю, она есть, но гайдлайны, я думаю, еще не имею. Гайдлайны есть, почему? Рекомендации русского по иммунно-посредственным нежелательным явлениям. Там и это тоже есть. Но не для карты терапии, конкретно. И для карты терапии, и для блинатому маба. Для блинатому маба, безусловно, потому что это уже одобренный препарат. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Да, давайте, у нас так много времени. Просто, ну, очень интересный клинический случай. Скажите, пожалуйста, это получается, как считается? 28-дневное непрерывное введение, то есть нужно всего одно введение и все? Ну, в смысле, как это назвать? Цикл? Цикл. Один цикл, он длится 28 дней. И все. Нагрузочная доза. И вот после одного введения вы получили такой результат? Нет, нет, два. Я вам указала, там было два введения. И все. Больше не надо. Да, да. Пациентка вот была на фоллоуапе буквально две недели назад, но по-прежнему в ремиссии уже год. Да, два введения. Стандартов именно для диффузной крутоклеточной и баклеточной лимфомы нет. Для ДБКЛ, блинатому мабу еще не одобрили, но нам хватило двух курсов. Поэтому, когда была дискуссия по поводу того, когда нам останавливать лечение, в общем-то, нам не с кем было посоветоваться. Я даже списывалась с нашими европейскими, американскими коллегами, все развели руками, сказали, ну, наверное, двух курсов будет достаточно. То есть мы тут сегодня много говорили о получении полного регресса. Мы его получили, остановились. Вы решили остановиться. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.